Водные биологические ресурсы – одно из богатств республики. Ценные породы рыб водятся в озерах и горных реках Адыгеи. Их разведением занимаются и рыбные хозяйства. Сохранить и приумножить это богатство – задача непростая. Ее важной составляющей является борьба с браконьерами. О том, как она решается органами внутренних дел республики – в следующем материале нашего выпуска. В явлении и документировании правонарушений в сфере оборота биоресурсов в Адыгеи носит, как правило, сезонный характер. Это связано с нерестом различных пород рыб в определенный период. Именно поэтому ежегодно сотрудниками полиции проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов браконьерства. В этих операциях принимают активное участие оперативники Службы экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудники подразделений ГИБДД, участковые и уполномоченные. Полицейские представители природоохранных структур осуществляют комплекс мер по выявлению задержания лиц, добывающих рыбу с использованием запрещенных орудий лова. Статья 256 ГКС предусматривает уголовную ответственность за незаконную вывов водных биологических ресурсов. Значит, в республике Адыгеи за 10 месяцев имеет место 4 факта незаконного вывова рыбы, по которым были приняты решения о возбуждении уголовных дел. В настоящее время они окончены дознанием и направлены в суд для рассмотрения по существу. Полиция Адыгеи напоминает, что за противоправные деяния данной категории предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до 5 лет лишения свободы. Чтобы не стать фигурантами таких уголовных дел, необходимо соблюдать требования закона. Вот некоторые из них. С 15 ноября по 31 марта запрещено повсеместно осуществлять подводную охоту на внутренних водных объектах и вылавливать рыбу на зимовальных ямах республики Адыгея. В водных объектах рыбохозяйственного значения республики Адыгея запрещается добыча всех видов водных биоресурсов перед устьями рек на расстоянии менее 500 метров в обе стороны от устьев в межлиманных соединениях. Летом текущего года сотрудниками полиции в Тиучешском районе была раскрыта кража крупной суммы денег. С похищенной наличностью злоумышленник попытался скрыться в соседнем регионе, но безуспешно. Он был задержан и в настоящее время уже осужден. Продолжат выпуск подробности расследования этого уголовного дела. Несколько месяцев назад в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейский с заявлением обратился руководитель одной из строительных компаний. Мужчина сообщил о хищении около полутора миллионов рублей. Прибыв на место происшествия, сотрудники следственной оперативной группы выяснили, что деньги были украдены из строительного вагончика. После проведения первоначальных мероприятий оперативники заподозрили в причастности к краже одного из мужчин. Он недавно приступил к работе на строительной площадке, где располагалась бытовка. В ходе допроса в качестве подозреваемого лицо пояснило, что он проник в вагончик начальника участка строительного, откуда похитил денежные средства. О нахождении данных денежных средств он узнал из разговора с рабочими на данном участке. В ходе производительного средства было установлено, что сумма ущерба составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Были взяты сотовый телефон, а также бытовая техника, купленные на украденные деньги. Его местонахождение установили в ходе реализации комплекса мероприятий, организованных во взаимодействии с сотрудниками специальных подразделений ведомства. Подозреваемого задержали на территории Краснодарского края, а суд арестовал майкопчанина. На допросе задержанный не стал отрицать вину и рассказал, что проник в вагончик, используя дубликат ключа. Следователи также установили, что подозреваемый ранее судим за совершение аналогичного имущественного преступления. Рассмотрев доказательства, суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Продолжение следует...